Есть такие замечательные люди под названием отъявленные рыбаки. Это типа отъявленная Леха, потому что Леха вам всегда покажет, что, где и когда. И это без разницы, будь зима, лето, осень или вот это не сезонье, естественно. Магазин «Удачная рыбалка». Конечно, сюда ездят те, кто знает, что надо для хорошей рыбалки. Но я вам скажу, что рыбалка-то делается каким образом? Для рыбалки, особенно зимой, необходимо что? Необходима одежда. Так вот одежда есть, а есть еще такие вещи, о которых мы вам расскажем попозже. Да, скоро холода, но до холодов там можно и порыбачить. Опять же, бабье лето, но одеться в лето только следующим летом. А у нас как-то странно получается. Теперь у практически каждой женщины есть одежда для отдыха на горных лыжах. Если честно, то в той же одежде можно и на рыбалку отправиться. Если не честно, то за 5000 рублей все для рыбалки. Вопрос где? Ответ здесь. А вот, собственно, вход в магазин «Удачная рыбалка». Естественно, здесь все для вашей рыбки. А вот здесь, сюда заходим. Вот, здесь все для того, чтобы вы могли качественно эту рыбку половить. То есть, бинокли. Бинокли сложная цена сейчас будет. Убийственная цена. Максимальная цена 1950 рублей. А минимальная цена 950 рублей. То есть, без бинокля сейчас никуда не выходите. Вот, ну, естественно, нажи там, ля-ля протополя. Вот. Ну и самое интересное, это для тех, кто понимает, что рыбалка без... Не бывает. Это вот фляжки есть. Ну, а для тех, кто хочет вместе с тем, кто с фляжками, вот есть такие небольшие стаканчики. Причем, рюмочка маленькая. Маленькая рюмочка. У вас же человек должен быть один, который за рулем, да? 65 рублей. С этим и без этого решать каждому. Но, если честно, то правильная женщина, она ведь и машину водить-то может. Причем легко. То есть, надобность в твоих корифанах как-то отпадает. Итак, я вам показываю, что касаемо зимы. Просто ради прикола. Посмотрите, цена вопрос. 1890 рублей. Надо себе купить, иначе я вам не смогу показывать наш замечательный автомобиль зимой. Когда мне приходится залазить в багажник. А по-другому это никак не получается. Вот. Ну, это так. Чтобы было, купить надо себе будет 100%. Вот. Мишки двуспальные, палаточки. И все остальное в наличии. Что касаемо этой штучки, я вам покажу. Ну, а для того, чтобы зима вас не просквозила, вот такие штуки. Одеваемся и залазим туда. А, кстати, там телят гоняют. Естественно, не гоняют. Телята зимой сосут соску, да еще что-нибудь в теплых помещениях. Кстати, насчет теплоты зимой. Самый безответственный сидит рядом и морозит простату. Самый умный, купив пенку, затарившись кормушкой, а есть здесь и такие. На крутом диванчике в двух плоскостях, а может и в трех. В замечательном зимнике, естественно непродуваемом, с подставкой для сугрева не путать с алкоголем, спокойно ловит рыбу. Вот так вот представляете себе? Ну, конечно, не то, что вы сейчас увидите. Это, конечно, мы вам показываем, как это в действительности происходит. И там вот ваш приятель, и тут ваш приятель. И у вас, собственно, палаточка есть, в которой вы замечательным образом, очень удобно, кстати, ловите зимнюю рыбку. Представляете? Классненько, да? Сели втроем и поговорить есть о чем. И что же такое зимняя палатка и для чего там сверху штырь? А я попросил, нам показали. То есть сама палатка это небольшой мешочек со смешной ценой. Вот так легко он разбирается и так же легко ставится. Я толком-то не знаю, как это дело будет по нашим погодным-то условиям, но зимой, когда все сияет и поет, я понимаю правильные ощущения рыбаков, для которых, кстати, корм-то и необходим. Как-то зимой я думал, что рыбку надо поймать на что-то, к чему необходимо прицепиться. То есть это другие вещи-то были. А сегодня, оказывается, есть такие балансиры. Цена очень интересная. Посмотрите, сколько их тут балансиров. Что такое балансир? Ты его цепляешь на удочку и потихонечку поддергиваешь. В результате вам абсолютно не надо ничего сюда цеплять. Но, естественно, для тех, кто хочет повеселее, есть и блесны, и мормышки, и таких вещей очень много. И даже не знаю, говорить про цену вопроса, ну, где-то примерно 14 рублей. Ну, мормышки там чуть-чуть подороже, но балансиры-то интереснее. Вот так, все в одном приеме. И одежда, и палатки, и что-нибудь, и чем ловить. Это называется все в одном флаконе. Да это мы умеем. Дай-то бог, скоро и так же будем зимой домой в хозяйство рыбку-то носить. А то семга-то хороша, но на пенсию только одна. А так поехал и кило, два, может и три притащил. Жена, да и сын порадуется. А потом и вместе. Кстати, все вроде правильно объяснил. Только вот где? И как сюда проехать-то? А дорогу на Соленое помните? Ну, здесь вираж М. Так вот это и есть соседи. И как-то сюда вам ехать-то надо. Давайте сегодня про цену вопроса не будем говорить, потому что здесь вот вираж М есть, и удачная рыбалка. То есть цены здесь вообще никакие. Мы же вам все-таки объяснили то, что для любого человека рыбалка – это не только лето. Рыбалка – это всегда. Потому что, ну да, у нас вот такое нехорошее лето. Лето всего три месяца в году. Но рыбалка-то делается и летом, и зимой, и осенью. Для этого как надо? Правильно одеться.